Как мы уже рассказывали, 1 сентября президент страны посетил село Тургиново Калининского округа. Владимир Путин осмотрел целый ряд объектов, а также пообщался с простыми жителями. Наша съемочная группа накануне также побывала на месте событий, пройдясь по тем самым объектам, что демонстрировались главе государства. Село Тургиново одно из старейших на Тверской земле. Впервые упоминается в документах 16 века. Сейчас оно, конечно же, известно в первую очередь как родина предков Владимира Путина. Он уже неоднократно бывал здесь. Естественно, каждый его визит становится огромным событием для местных жителей. Как, например, для Сергея Власова. Рассказывая о том, как ему удалось снять общение президента с народом на мобильный телефон, он и сейчас держит гаджет так, будто глава государства прохаживается где-то там, по площади. Кортеж стал возвращаться, и, конечно, пошли разговоры у всех, что будет дальше. Никто не верил. Ну, я почему-то верил. Я смотрю, первая машина останавливается. Я подошел вот сюда, президент стоял здесь. Люди стали тянуться к нему, пожать ему руку. Вся страна увидела тогда село Тургиново, которое преображается просто на глазах. Благодаря оперативной работе военных строителей, которые возвели здесь не один объект. Главная гордость – новая школа, рассчитанная на 300 учеников. Здесь и все. Кабинеты русского языка, литературы, математики, истории, географии, ну и, конечно же, точных наук. Здание буквально насыщено ультрасовременным оборудованием, которое, во-первых, упростит проведение уроков, а во-вторых, сделает их более увлекательными. Я надеюсь на то, что все-таки выполнение лабораторных работ – это всегда очень интересно, когда ты сам собираешь какую-то установку, сам получаешь результат, сам его обрабатываешь. Я надеюсь, что это все-таки особенно семиклассников приведет к тому, что в результате у меня будет больше выпускников, которые сдают физику. В планах помимо преподавания обычных предметов и внедрения специализированных дисциплин, например, организация профориентационного медицинского класса, где можно освоить профессию медсестры или медбрата. Благо, оборудование такое, что позавидует любой колледж. Внутривенно – пожалуйста, внутримышечные уколы – пожалуйста, дыхательные какие-то операции, уходовые операции. Ну, здесь все абсолютно. Измерение давления, снятие электрокардиограммы, абсолютно любое действие. Не меньше, чем педагоги, довольные ученики. В частности, девочки, которые убеждены, что благодаря современнейшему оборудованию они и готовят научиться отмена, и платье шить, как заправские кутюрье. Мы хотим научиться правильно шивать платья, шивать змейки, то есть делать красивые швы. Для современной девушки это очень важно, потому что не все можно купить в магазине. Например, сейчас очень ценятся эксклюзивные вещи, которые шиты своими руками. Одним из недостатков старой школы был маленький спортивный зал. Соответственно, ограниченное количество видов, которыми можно было заниматься. Устаревшая материально-техническая база. Теперь же все по-другому. Причем упражняться можно и на улице, и в помещениях. Теперь, кроме спортивного зала, мы имеем множество различных площадок спортивных, которые расположены на улице. Это площадка ГТО, это мини-поле на улице, это бассейн, это спортивный зал, который находится в оздоровительном комплексе. Все это позволяет, конечно, увеличивает возможности ребят для занятий спорта. К школе присоединен и детский сад. Сегодня это также новое двухэтажное здание, рассчитанное на 80 мест. Не меньшую гордость для жителей села представляет новый культурно-досуговый центр «Тургиновский». Здесь тоже самое современное оборудование, благодаря чему организовывать концерты можно по столичным стандартам. Кстати, не хуже московских здесь даже дороги. Ровные и с отличной разметкой. Много за последнее время сделано и для благоустройства. И, конечно, когда уже было принято решение строить и клуб, я, конечно, была счастлива. Просто единственный момент, я говорю, Игорь Михайлович, а можно еще набережную? Ну, будет некрасиво, если будет красивый клуб, а набережной не будет. Все вы видите, все в комплексе. Комплексное развитие сельского поселения – это главная задача, поставленная губернатором и решаемая при поддержке федеральных властей. Вот эта вот новая жизнь, которая сегодня реализуется по программе президента не только в Тургиново, но и по всей области. Ремонтируются сельские школы, идет реновация ФАПов, медицинских объектов. Соответственно, спортивные площадки делаются в сельских школах. Это все дает возможность нам гармонично развиваться. Таким образом, Тургинова стала образцовой моделью того, как должно развиваться современное сельское поселение. Ведь, как отметил губернатор Игорь Руденя, неправильно заниматься только городскими агломерациями. В Верхней Волжи очень много и малых населенных пунктов, в том числе и исторических. И везде живут люди.